Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале читать нельзя сжигать, и надеюсь, вы по мне не сильно соскучились, в этом месяце ролики практически не выходили. Вот такой у меня незапланированный отпуск получился, но сегодня я возвращаюсь к вам с прочитанным. Друзья, если есть небольшой шум в кадре, то это кондиционер, потому что здесь по-другому сейчас, ну совсем никак уж, извините меня за это. Обещала вам, что здесь будут книжные новинки, горячие и тепленькие, и у меня в руках две книги с бабочками на обложке, точнее здесь всякие разные насекомые, тут только мотыльки. И могу так на минималках вангануть, что вот эту книгу вы уже не раз видели, и возможно уже о ней успели послушать даже какие-то отзывы, а вот эту вполне возможно видите впервые. Давайте начнем с Жао Макабре. Это было мое первое знакомство с автором, и честно говоря, оно сложилось не самым приятным образом. Я вам, пожалуй, такой путь не рекомендую. В целом мне нравится начинать знакомство с каким-то уже проверенным многими читателями автором, зарекомендовавшим себя именно с небольших произведений, чтобы в целом понять, как он пишет, нравится ли мне этот человек, совпадают ли у нас, возможно, какие-то взгляды и ценности. Но в данном случае не я одна считаю, что эта книга достаточно слабая. И если хотя бы наполовину верить тем восторженным отзывам, которые я слышала на роман Жао Макабре «Я исповедуюсь», то эта книга очень сильно отличается от того романа. Тем не менее, как Кабре пишет, конечно, можно понять и из этого произведения. Пишет он восхитительно. В своем телеграм-канале, если вдруг вы, кстати, не подписаны, то обязательно это сделайте. Там я делюсь своими первыми эмоциями, первыми впечатлениями и частенько наиболее характерными какими-то говорящими о книге отрывками текста. Так вот, там я приводила в пример как раз-таки самые первые страницы романа и говорила, что Кабре это восхитительный автор, мне безумно понравился его стиль. Вот здесь буквально полторы страницы о том, как мотыльки стремятся на пламя и как они сгорают в этом пламени. И как на каждой стене сидит небольшая ящерка, которая точно знает, где нужно сидеть в засаде, чтобы не остаться голодной. И главный герой рассуждает о том, что раньше он себя считал как раз-таки этой ящеркой, но оказался не более чем мотыльком. То есть у нас в самом начале книги есть и красивый кусок текста, потому что написано восхитительно. Есть и сразу какая-то небольшая на минималках философия, и вместе с тем, конечно, мы понимаем, что это будет ключом ко всему дальнейшему произведению. Что у нас тут по сюжету? Главный герой романа это мужчина, о котором мы знаем не то чтобы много, все, что мы знаем, посвящено его детству, его юным годам. И на самом деле в этом плане начало романа, который напоминает роман воспитания, роман становления личности, мне очень понравилось. То, как была рассказана история этого мальчика, который свое детство провел в приюте, который полюбил читать. Но сюжетная история здесь закручивается с того, что он просыпается в больничной палате, и он ничего о себе не помнит, просят звать его Исмаилом. Конечно, это большая отсылка на Моби Дика. Также в книге есть и другие литературные отсылки. Это отсылки к доктору Живаго, к мадам Бавари, но, как правило, это всегда всего лишь перечисление имен, которые под собой ничего не имеют. Кто-то задавался вопросом, я точно помню, а нужно ли читать все вот эти произведения, чтобы лучше понять эту книгу. Нет, не нужно. Это просто такие вот небольшие поклоны в сторону каких-то классических романов, но в сюжетном плане оно вообще никакого значения не имеет. Возможно, перед прочтением этой книги лучше бы прочитать другие романы Кабре, и тогда здесь будет чуть больше авторских реверансов самому себе, каких-то отсылочек к его предыдущим книгам. Но, по большому счету, это всего лишь добавит вам несколько приятных секунд. Да, даже не минут, а всего лишь секунд узнавания. Саму книгу это никак не изменит. Поэтому я уверена, что мое представление о романе сильно не поменялось бы, даже если бы я взяла его не первому автору. Если вам не нравятся короткие книги, потому что вам кажется, что в таком объеме автор не справляется, не успевает рассказать интересную историю, то вот это точно не ваш случай. Я знаю множество, десятки отличных коротких книг, которые поспорят с этим утверждением, но это не одна из них. Сюжет здесь, мягко говоря, никакой. Эта история ничем вас не удивит. И при этом это тот случай, когда автор сделал ставку именно на сюжет, потому что чего-то другого здесь тоже не то, чтобы есть. Да, вот эта простая философская мысль о том, что иногда мы мним себя хищниками, а оказываемся всего лишь чьими-то жертвами, она все-таки не настолько гениальна, чтобы можно было восхищаться книгой только из-за нее. Да, еще помню, что когда рассказывают о «Я исповедуюсь Кабре», часто говорят о том, что в одном предложении могут быть совершенно разные события, разные времена, и Кабре очень странно комбинирует какие-то мысли, какие-то темы происшествия буквально вот в одном предложении. Здесь такое тоже есть, но почему-то оно меня здесь не восхитило, не удивило, сложности никакой произведения не добавило. В общем, просто было и все. Так что эту книгу, к сожалению, рекомендовать не могу, но если вы собираете у Кабре все, то, конечно, присмотритесь, потому что оформлена она восхитительно, публики очень симпатично переливаются. Это, пожалуй, самый большой плюс. Следующая книга — это «Чистые руки» от Жанна Луи Баи, французского писателя, и, честно говоря, к сожалению, она тоже не произвела на меня какого-то вау-эффекта. Но в случае с Кабре у меня были довольно высокие ожидания, здесь же я не ждала ничего, поэтому в целом эту книгу прочитала с большим удовольствием. Во всяком случае, эта книга и не пыталась быть сюжетной, она и не пыталась выехать на интриги. Это скорее такое размышление о личности одного конкретного человека, реально существовавшего французского энтомолога. Но автор написал не биографию, он взял всего лишь за образец этого героя и при этом изменил одну деталь. Конечно, мы не можем знать, насколько реальный энтомолог был замечательным человеком, но здесь автор добавил ему одну аморальную черту или даже скорее один аморальный, но очень веский поступок. Самым грустным и отчасти болезненным в этой книге для меня стала, наверное, одна из основных мыслей как раз о том, как человек перестает относиться к своим близким с любовью, с человеческими чувствами и постепенно начинает смотреть на них очень прагматично с точки зрения выгоды, с точки зрения каких-то их качеств и характеристик. Так наш главный герой смотрит на свою жену и видит только ее постаревшее и располневшее тело и совершенно при этом не задумывается о том, что он с этой женщиной много лет был рядом, какие у них общие воспоминания, какой у них бэкграунд. Восторженных эмоций книга, конечно, не вызывает, но вполне достойна одного прочтения. Если, конечно, вам интересно посмотреть, как в форме такого небольшого романа с небольшими нотками чего-то философского и притчевого, нам раскрываются фигуры человека, который, наблюдая за жизнью насекомых, как будто бы постепенно перенимает их самые неприятные и отвратительные черты. Такое тоже в чем-то кавкианское превращение получается. А еще книга просто очень классно оформлена. Это и необычный формат, сама по себе иллюстрация. Вот здесь вот в начале есть такая небольшая картиночка какой-то мухи, которую, к слову, нарисовал сам Жан-Анри Фабер, то есть тот самый настоящий французский энтомолог, с которого был списан главный герой. А еще в книге ползают муравьишки, и, возможно, так оно не задумывалось, но мне показалось, что в определенный момент их становится больше, и они как будто бы кучкуются, и это тоже немножко завязано на текст. Давайте уже разбавим книжки, которые я оценила на 6 баллов из 10, и покажу вам твердую десяточку. Да, любители фэнтези и более жанровых произведений не разбегайтесь, во-первых, они еще будут в дальнейшем, во-вторых, именно вот эту книгу я вообще отчаянно рекомендую буквально каждому, она очень хороша. Это Жан-Батист Андреа, уже полюбившийся мне по роману «100 миллионов лет и один день», и его роман «Дьяволы и святые», который, пожалуй, еще лучше, чем та книга. Ну, скажем так, «100 миллионов лет и один день» — это более неспешная книга на своего читателя, который проникнется вот этим завораживающим и при этом пугающим совершенно хтоническим ужасом ледяных гор. Здесь же гораздо более массовая, как мне кажется, история, которая может затронуть сердца гораздо большего количества читателей. Сразу договоримся, что это драматическое произведение, которое вызовет у вас множество эмоций, но при этом это не черная безнадега, так что если вы не любите книг, которые заставляют вас страдать, то не бойтесь вот этой. С эмоциональной точки зрения эта книга просто кладезь самых разных переживаний. Здесь есть и бесячие персонажи, особенно один. В духе тех, которых так здорово прописывает Арчибальд Кронин, или в духе Амбридж из «Гарри Поттера» — это персонаж, которого вы просто люто ненавидите. Здесь, конечно же, есть место и сочувствию, эмпатии, вот этим переживаниям за главного героя, потому что здесь он, будучи еще юношей, попадает в детский дом. Причем ситуация такая довольно-таки небывалая. Его наказали за отсутствие успехов в обучении и не взяли с собой в отпуск. Так что он, провожая самолет со своими родителями и сестрой, увидел, как этот самолет взорвался, буквально приземляясь или взлетая. В общем, в самом аэропорту все произошло у него на глазах. Это, конечно, огромная травма, которую он проносит с собой через все последующие годы. А сама по себе, ну и тот детский приют, в который он попадает, — это просто что-то кошмарное. Конечно же, вспоминается и Оливер Твист Чарльза Диккенса. Мне кажется, что небольшой реверансик в сторону этого романа здесь тоже был. Но не только негативные эмоции вроде ненависти и жалости вы будете здесь испытывать, также вы здесь испытаете и веселье, и счастье, потому что, во-первых, автор умеет в чувство юмора. Причем, вот скажите, те, кто читал, вы помните, здесь была одна сцена с таким юморком ниже пояса, скажем так. Если не вспомнили по такому описанию, то скажу, что это было связано с вырванной страницей из энциклопедии. На мой взгляд, это одна из самых удачных вообще подобных сцен, когда обсуждаются подобные темы, когда они обсуждаются довольно подробно, и при этом это не то чтобы анекдот, это не то чтобы шутка, в которой произошло что-то смешное, а просто то, как подана ситуация, заставляет вас, конечно, не смеяться в голос, но улыбаться от уха до уха, немножко прихихикивая. Юмор есть, договорились, также есть место и радости, потому что иногда все-таки какие-то небольшие, теплые, приятные моменты встречаются и в жизни нашего героя и его друзей, которые здесь тоже будут очень важными персонажами, и в такие моменты вы действительно очень радуетесь даже самым вот этим маленьким крупицам счастья, которые им выпадают. И вот всего, что я вам перечислила, уже было бы достаточно, ну, учитывая сюжет и как эта книга написана, а Андреа пишет восхитительно, уже было бы достаточно для того, чтобы поставить книги 10. Но почему она у меня 100% войдет в топ прочитанного года? Потому что при прочтении этой книги ты испытываешь катарсис. Здесь действительно есть сцена, которая рвет тебя на мелкие кусочки эмоционально. Причем эта сцена была максимально неожиданной. Возможно, кто-то и предугадал бы ее, и ждал бы чего-то подобного, но для меня она была просто как удар по голове, и оттого настолько классная. Помимо темы утраты, темы взросления, темы дружбы самой настоящей, поддержки, здесь также есть темы любви, которую, возможно, не ожидали пока, по моим словам. И одна из самых важных ключевых тем этого романа – это тема прощения, причем, наверное, в некой даже христианской трактовке, хотя сама по себе книга не то чтобы сильно отсылает к вере или религии, даже несмотря на то, что заведует этим приютом аббат, и в целом чтению Библии и каких-то отрывков из нее здесь порой уделяется внимание. Но если вы такое не любите в литературе, все равно мимо не проходите, здесь этого не настолько много, чтобы хоть немножко испортить вам впечатление. Книга восхитительная. Я буду вам ее показывать еще очень много раз. Просто топчик из топов. Отчаяннейший рекомендую. По-моему, сейчас ее довольно сложно купить в интернет-магазинах, поэтому обязательно поищите, и если где-то остались экземпляры, берите. Оно того стоит. Надеюсь, что ее допечатают, потому что я далеко не одна пришла в восторг от этого произведения. Не верьте мне на слово, зайдите на лайфлип, почитайте другие отзывы. Но лучше просто посмотрите о центре, потому что в отзывах могут быть спойлеры, как всегда там бывает. Очень советую. Обещала вам фэнтези, и вот, пожалуйста. «Чистильчик» от Эйки Шнайдер. Об этой книге вы, возможно, уже слышали восторженные отзывы на канале у Людмилы Ильичей, и я к ним полностью присоединяюсь. Не то чтобы это какой-то прорыв в жанре фэнтези, не то чтобы это что-то совершенно новое и удивительное. Нет, книга построена по довольно-таки стандартным лекалам. Главный герой этого романа Эрик, совсем еще молодой юноша, который готовится сдать последний экзамен в некой, скажем так, магической академии. Мир магии здесь не то чтобы совсем избит, но и не особо новый. Используются какие-то необычные плетения, можно выдумывать новые. И, собственно, Эрик как раз умудрился придумать какое-то необычное и очень классное плетение, которое сильно упростит жизнь после этого многим людям и сделает некоторые очень опасные профессии чуть менее опасными. Именно во время защиты своего дипломного проекта, во время презентации вот этого необычного плетения, Эрика отмечает другой важный персонаж истории. Его зовут Альмот и он чистильщик. Это такая особая каста магов в этом мире, которые борются с иноземными какими-то тварями из других миров, которые проникают сюда через некие порталы, разломы. В общем, мы с вами это все уже определенно видели. Сразу приходит на ум адепт, приходит на ум ведьмак, приходит на ум огромное количество сериалов и аниме. Даже не каких-то конкретных, а просто мы видим, что эти идеи уже не новые. Но это такое приятное фэнтези. Оно так классно написано. Оно простое. Не ожидайте здесь чего-то уровня Стейвли или Сандерсона, какого-то очень сложного мира. Это просто книга, от которой не оторваться. Ты ее читаешь, буквально страница за страницей, и хочется в ней находиться и дальше. И получается такой необычный эффект. Вроде бы ничего от книги не ждешь. Вот был у нас молодой парнишка, который хотел пойти больше по научному направлению, открывать вот эти новые плетения, осесть в университете. И казалось, что буквально шажок еще сделай, и впереди вот эта жизнь, уже построенные планы на много лет вперед. И буквально в один момент все рушится. С одной стороны, конечно, гораздо более интересная жизнь теперь его ждет. С другой стороны, и чрезвычайно опасно. Боюсь немного напутать, но, насколько помню, вот эти чистильщики в среднем живут буквально пару лет. Собственно, он не является каким-то великим воином, замечательным бойцом. Поэтому он себе тоже такой минимальный срок, скорее, пророчит. Но никуда не денешься. Если его призвали в эти чистильщики, не вдаваясь в подробности, скажу, что отказаться практически невозможно. Теперь он обязан присоединиться к команде. Опять же, повторюсь, персонажи любопытные. И никто особо ему не рад. Все к нему относятся довольно-таки скептически. Кроме того, он попал туда. Не просто так, он занял место недавно погибшей девушки, которая, конечно же, была уже всем как родная. Вот такая вот завязочка. Книга, в принципе, в какой-то степени имеет логический финал. Можно прочитать только ее и дальше не продвигаться. Хотя, вполне возможно, допуская вам захочется и еще. Так случилось со мной. Поэтому вторую книгу, она, к сожалению, в бумаге не вышла. Я прослушала в аудиоверсии. Также, по-моему, есть и в электронке. И есть еще написанная третья и, по-моему, даже четвертая часть. То ли три, то ли четыре романа уже вышло в этом цикле. Не буду подробно рассказывать о второй книге, потому что, ну как о нем рассказывать, если вы еще не читали первую? Могу сказать так. В чем-то мне, наверное, вот этот авторский финт ушами напомнил Аберкромби «Море осколков». Потому что первая книга про одного персонажа. И когда мы узнаем, что будет продолжение, мы чего-то определенного ждем. А там совсем другой герой. Здесь, конечно, герой не настолько совсем другой. Вот именно этот наставник, главный чистильщик Альмотт становится самым главным персонажем во втором романе. Причем вторая книга мне показалась более камерной. Там, наверное, меньше каких-то экшн-сцен, каких-то событий, боевок. Но там зато есть интрига и, скажем так, небольшая детективная линия. В целом, вторая книга тоже неплохая. Она довольно интересно читается. Но вот такого чувства вау-эффекта, как первая, уже не производят. Там гораздо больше штампов. И мне не понравились там любовные мотивы. Если это вообще можно назвать любовной линией, наверное, можно. В общем, это было все несколько испанские стыдно местами и не очень качественно. Можно прочитать только эту книгу. В целом, повторюсь, она относительно закончена. То есть на некоторые вопросы даны ответы. Мы можем уже дальше сами домыслить, как сложилась жизнь тех или иных персонажей. С точки зрения самого мира остается очень много вопросов, к сожалению, после прочтения первого романа. И они же еще остаются и после прочтения второго. Дальше я читать не стала, но зато у меня муж прослушал в аудио-версии все книги, которые сейчас есть в аудио. И ему они понравились все. Но он просто чуть менее требовательный, наверное, он меньше читает. Поэтому если вы фэнтези любите, но читаете не так уж часто, и вам хочется именно чего-то относительно простого, понятного, не грузящего вас миллионом имен, сложной структуры мира. Если вам хочется просто легкую историю, которую ты прочитаешь, не напрягая мозг, поймешь, она тебя развлечет, порадует, то прям отчаянно рекомендую. Книжка очень хорошая. Жалко, что вторая не издана. Хоть она мне и понравилась меньше, я бы все-таки обе на полочку к себе, наверное, хотела. Давайте поговорим о еще одной новиночке и о еще одной небольшой книге. Это Франческо Пикколо «Минуты будничных озарений». Раньше на русском уже выходили его «Минуты будничного счастья» и «Минуты будничного несчастья». Здесь такая же история, как и «Скабре». Пожалуй, лучше начинать свое знакомство с автором не с этой книги, а с одной из предыдущих. Такое ощущение, что автор значительную часть своей жизни делал какие-то небольшие заметочки на полях об окружающем его бытовом мире. И вот эти заметки, они как раз разошлись по двум книгам «Минуты будничного счастья», где чуть больше позитива «Минуты будничного несчастья». И то, что не вошло в те книги и, возможно, какие-то новые заметочки, пошли уже сюда «Минуты будничных озарений». И одна из моих подписчиц мне написала, что первые две книги все-таки были поинтереснее, в них было больше чего-то классного, чем вот в этой. Что такое «Минуты будничных чего-нибудь» от Франческо Пикколо? Это действительно обрывочные какие-то заметки. Знаете, это довольно сильно напоминает Твиттер. Не хватает только лайков, репостов или что там принято. Как правило, это совсем коротенькие заметки. Может быть, одно короткое предложение или несколько. Иногда чуть более длинные истории уже формата не Твиттера, а, например, живого журнала. Давайте прочитаю вам буквально один такой отрывочек, чтобы вы примерно представляли. Хотя, конечно, здесь совсем-совсем разные темы, мысли и даже подача немного разнится. «Когда я в плохом настроении, мои домашние не выносят меня. Когда я в хорошем настроении, оказывается, что они предпочитали видеть меня в плохом настроении». То есть здесь просто какие-то такие местами остроумные, забавные, местами грустные заметки. О некоторых вещах ты читаешь и думаешь «Да, согласна на все сто». О других ты думаешь «Ну да, да и что?» Зачем было это озвучивать примерно как деревья зеленые и вода голубая? Окей, допустим. Какие-то другие фрагменты вызывают всплеск эмоций и, наверное, даже недоумение. Одна из наиболее поразивших меня в плане недоумения историй – это история того, как уже после множества совместных лет в браке, уже после одного или нескольких совместных детей, жене Франческо Пикколо гадалка нагадала, что ее в конце года или до конца года ожидает новый мужчина. Причем тут же был задан уточняющий вопрос, не будет ли это ее муж, который изменится до неузнаваемости, станет совсем новым мужчиной. Нет, какой-то другой новый мужчина. И Франческо Пикколо, когда узнал об этом гадание, обнаружил, что его жена так и светится изнутри и, может быть, не восприняла это всерьез сначала, но какими-то теплыми ожиданиями это ее наполнило, возможная встреча с новым мужчиной. И вот время идет, она начинает больше уделять себе внимание, своей внешности, больше выходить в люди, и он видит и догадывается, что она, судя по всему, ищет этого нового мужчину. Время подходит постепенно ближе к концу года, и он видит, что его жена становится все более несчастной, потому что времени осталось немного, а новый мужчина все еще не найдет. И вот тут происходит что-то совершенно странное, то ли это дело в разнице менталитета, то ли это какая-то конкретная чудинка самого Франческо Пикколо. В общем, он начинает помогать своей жене найти для нее мужчину, который будет лучше, чем он сам сначала, а потом буквально любого другого нового мужчину. Они вместе ходят на какие-то вечеринки, он пытается рассказывать мало знакомым людям о том, какая у него восхитительная жена, чуть ли не пытаясь как-то сбыть ее с рук. При этом он любит свою жену, и он грустит по поводу того, что она, возможно, уйдет от него, но он подыгрывает ей в этой игре, причем вроде как на полном серьезе. И знаете, пока я читала эту историю, я, конечно, вам ее сейчас заспойлерила полностью, но она не такая уж и большая, и это всего лишь незначительная часть книги. Пока я ее читала, я все думала, что, возможно, речь пойдет о сыне, которого она носит, и, возможно, она об этом знает, и поэтому она светится счастьем, и поэтому она стала больше куда-то ходить, может быть, у нее появились новые друзья, или, может быть, это какие-то медицинские обследования, о которых она не рассказывает мужу. Чем дальше мы приближались к финалу истории, тем было сложнее в это верить, но я все еще думала, что жена его разыгрывает, она ему подыгрывает таким образом. Я думала, что, может быть, еще какое-то другое будет объяснение. Ну, нет, нет, все так и оказалось, она действительно устала от своего мужа, она действительно хотела каких-то новых отношений, и муж действительно, ну, наверное, настолько ее любит, что готов отпустить, и пусть она летит. Вот это вот все, не знаю, это настолько чудно, это настолько странно. Честно скажу, вот такая настолько странная история здесь одна, но есть и несколько других довольно безумных. Вот, например, история о женщине, которая носит только синие платья, имеются в виду какие-то выходные, да, вечерние туалеты, причем все эти синие платья никак не отличаются друг от друга, и при этом окружающие гадают, знает ли она вообще о том, что все ее платья синие, возможно, с ней что-то не так, возможно, с ними что-то не так, возможно, только Франческо Пикколо считает, что все ее платья синие. И вот каких-то таких безумных историй здесь немало. Какое-то даже странное впечатление создается, какой-то странный образ итальянцев. Рисуется в голове, но, возможно, это именно такая интерпретация Франческо Пикколо. Самое интересное то, что автор в этой книге пытается быть забавным, шутником, он пытается быть таким своим в доску парнем, он рассказывает вам вроде как милые истории, которые должны вызвать у вас легкую улыбку, но при этом я в этой книге вижу только одно, и от этой мысли не могла избавиться, это глубоко несчастный человек, его не уважают в своей семье. И я сейчас не про вот это, вот знаете, полупьяное, ты меня уважаешь, а про самое настоящее человеческое уважение, на котором базируются любые отношения. Его не просто не любят, его действительно ни во что не ставят. И он замечает это с каждым днем все больше и больше. Это не связано с его возрастом, он уже не молод. Это связано просто с тем, какой он есть. Он никому по-настоящему не близок, никто не радуется, находясь с ним в одной комнате. В общем, это несчастный, глубоко несчастный человек. Возможно, он действительно невыносим в своей реальной жизни, возможно, все это неспроста, но тем не менее читать книгу было грустно. Также есть, конечно, и действительно забавные истории. Мне очень понравился такой критический взгляд на Трансформеров. С ним была согласна на все сто, хотелось просто поддакивать буквально после каждого предложения. Если вам стало интересно, что ж такого Пикколо написал о Трансформерах, то опять же у меня в Телеграме был выложен небольшой кусочек текста. Повторюсь, были в книге очень классные моменты. Я не жалею о ее прочтении. Во всяком случае, прочиталась она очень быстро. Здесь и объем небольшой. И кроме того, что-то в ней есть такое затягивающее. Знаете, у меня прошла ассоциация с тем, как ты скролишь ленту где-нибудь в ВКонтакте или в любой другой социальной сети. И вот эти посты, которые ты видишь, они перемежаются. Что-то вызывает у тебя восторг, яркие эмоции. Что-то вызывает у тебя негодование, что-то недоумение, что-то вообще никаких эмоций не вызывает. В этот момент ты на секунду задумываешься, зачем я это делаю? Я могу заняться чем-то другим. Но все равно продолжаешь скроллить. И дальше снова натыкаешься на что-то классное, на что-то интересное, на что-то ненужное тебе. Вот примерно такой процесс. Вполне могу рекомендовать эту книгу, если вам интересен вот такой жанр именно каких-то жизненных заметок. Просто на секунду влезть в шкуру другого человека присмотритесь. Но если вы еще не знакомы с книгами Франческо Пикколо, то лучше, наверное, все-таки возьмите что-то из предыдущих работ. Я думаю, что минуты будничного счастья будут отличным выбором. А это для тех, кто уже полюбил автора и хочет добавки. Следующая книга – это, к сожалению, еще один случай завышенных ожиданий. Автор Йоаф Блум, который мне так сильно полюбился по другой его работе «Я всегда остаюсь с собой», эту книгу я включила в топ прочитного года. Я вам ее горячо советовала. Я знаю, что многие из вас ее купили и прочитали по моей рекомендации и были благодарны за совет. Вот та работа была восхитительная. Знаете, это тот редкий случай, когда в книге есть вот все, что нужно. И яркий, динамичный, интересный сюжет, даже с небольшой долей боевика. И какие-то необычные вот сюжетные повороты. И вместе с тем мир настолько классно придуман, там люди могли меняться друг с другом телами. И автор берет вот эту, вроде бы, не то чтобы какую-то огромную, небольшую фантастическую идею и рассматривает ее со всех возможных сторон. Как бы это функционировало в семье, между друзьями, между недругами. Как можно было бы попытаться это использовать в каких-то не самых благих целях. Как бы это работало в плане телевидения, каких-то телешоу. То есть вот со всех-всех сторон. И вот эта книга по своей аннотации, она в чем-то даже похожа на ту, поэтому я надеялась, что здесь будут такие же восторженные эмоции. Но, увы, не совсем срослось. Тем не менее, книга неплохая, сейчас разберемся поподробнее. Здесь у нас главный герой умеет читать мысли. Хотя, конечно, чтение мыслей совершенно неподходящий термин. Ничего он, конечно, не читает, он эти мысли улавливает. А точнее, даже не так. Он не умеет не улавливать этих мыслей. Потому что какой-либо пользы это умение ему вовсе не приносит. Это, наоборот, очень неудобно. Интересно то, что человек не выбирает, у кого он будет читать мысли. Он вообще не делает никакого выбора. Он просто все время слышит всех окружающих людей. Причем, если людей несколько, он будет слышать их одновременно. И поэтому, когда такой человек находится в комнате, где людей много, для него это просто невыносимо. И я говорю даже не о какой-то толпе, а буквально 3-5 человек уже сводят его с ума. А еще самое интересное, что мне больше всего понравилось, за это автору буквально аплодирую, это идея того, что человек слышит эти мысли не голосом того, кто их думает, а своим собственным голосом. Потому что, по большому счету, он даже не знает, как звучит голос того или другого незнакомца. Все чужие мысли звучат у него в голове его собственным голосом. И вот здесь самый пустный момент. Герой не может понять, какие мысли принадлежат ему, а какие посторонним. То есть, просто сидя на вечеринке, он может подумать, что ему безумно хочется выпить пиво. При этом, возможно, ему в принципе не нравится никакой алкоголь. В таком случае ему легко понять, что это не его мысль. Но во множестве других случаев, нравится ли ему это звучащее по радио песня, или на самом деле нет. И главный герой, он настолько зациклен на попытках вычислить себя внутри вот этого безумия, что он даже заводит специальную тетрадь, где проставляет галочками свое отношение ко всему окружающему. Вот когда он находится один, наедине с собой, он может сосредоточиться, и он буквально галочками отмечает, что ему нравится, а что нет. Опять же, как видите, автор взял мысль и довольно конкретно, подробно ее проработал со множеством вкусных деталей. Я вам сейчас только некоторые основные называю, естественно, здесь всего вот этого намного больше. Какими именно становятся все возможные социальные взаимодействия у такого человека? Да практически никакими. Поэтому в конечном счете он живет как отшельник, старается не контактировать с другими людьми. До той самой поры, пока у него на пороге не появляется его бывшая девушка с пистолетом, направленным на него, и вот здесь начинаются приключения, начинается история. Опять же, по жанру здесь есть и примесь боевика с погонями и перестрелками, но, кстати, автор здесь вот такую как раз погоню-перестрелку очень иронично подает, за это ему тоже большой плюс в карму. В целом, книга написана классно, и здесь есть вот такая вот доля постмодерна, когда текст, например, весь идет одной строчкой, или вот у нас здесь взрыв посреди страницы. Здесь автор нам такими спецэффектами как раз передает вот это сложное эмоциональное состояние человека, на которого одновременно обрушивается множество чужих мыслей. Книга вот всем вроде бы хороша, но что-то немного не то с сюжетом. Какой-то он с одной стороны простой, с другой стороны немного замудренный, очень много персонажей с похожими именами, в которых я даже и не пыталась разобраться, потому что это не играло большой роли. Сама разгадка, если можно так сказать, детективной линии, не то чтобы тоже производит какое-то впечатление, ну есть и есть, но так и так могло быть по-другому. То есть никакого взрыва эмоций. Мне кажется, книга могла бы быть намного-намного лучше. Вот из тех же самых данных, из того же мира, из того же фантастического допущения, Йоа Фблум мог бы выжить больше. Здесь, знаете, нет таких ярких сцен, которые производят именно вау-эффект на читателя, как это было в «Я остаюсь собой». Кто читал, наверняка вспомнит парочку таких сцен из книги. Здесь как-то все ровнее, сама идея ничуть не хуже и подана прекрасно. Но почему-то книгу не хочется добавить любимой, ее не хочется всем горячо направо и налево рекомендовать. Хотя, конечно, если сравнивать со среднестатистической фантастикой, это все равно намного лучше, чем большинство того, что выходит. Если, конечно, вам нравится в книге не только сюжет, возможно, не столько сюжет, но именно и то, как автор подает свое фантастическое допущение. Что мне еще понравилось, это тема самоидентификации, которая, конечно, уже далеко не новая в литературе. Наверное, даже можно сказать, это заезженная в литературе тема. Но здесь она как будто бы выходит на новый уровень. Вот с этим стремлением главного героя ограничить себя, отделить себя и свои мысли от мыслей других людей, от влияния других людей. И, конечно, мы во всем этом видим такую аллюзию на реальный мир, в котором все мы тоже являемся совокупностью того, что мы видим, слышим, что мы в себя впитываем. И все наши вкусы и пристрастия, они в любом случае в какой-то степени основаны на чужих. И мне эта мысль понравилась. В целом, хорошая книга. Я вам ее советую. Просто чуть-чуть поубавьте ожидания, чтобы не получилось, как у меня. Еще одна книга уже обожаемой мной исландской писательницы. Аудур Ави Олафсдотер. Эта книга называется «Человеческое животное». Такое вот необычное название сразу меня привлекло. Но, конечно, я бы в любом случае книгу прочитала, потому что «Отель тишина» это просто для меня самое-самое сердечко. Другой ее роман «Мисс Исландия» тоже мне весьма понравился. Эта книга, пожалуй, в моем рейтинге из трех прочитанных работ писательницы занимает третье место, но это не значит, что она недостойна внимания. Итак, у нас здесь Исландия накануне Рождества. Это то время года, когда люди в Исландии вообще не видят белого света. У них существует такая необычная штука, как рассветная лампа. Да, это лампа, которая имитирует рассвет в помещении для того, чтобы человеку было приятнее вставать, делать какие-то будничные утренние дела. У нас, конечно, с этим все не так грустно, как в Исландии, но согласитесь, в зимнее время года тоже порой бывает очень тяжело вставать в 6, в 7, даже в 8 утра, уходить на работу или в школу, или в институт, когда еще темно, возвращаться, когда уже темно. И в такие моменты, наверное, действительно не помешала бы эта рассветная лампа, чтобы чувствовать себя человеком, а не каким-то ночным хищником, не выспавшимся. Да, Исландия – это совершенно другой мир. Это история не только про рассветные лампы, но и про береганы, которые выбрасываются киты, а местные жители идут обливать их водой и пытаются как-то их спасти. И, конечно, эта книга не показывает Исландию очень подробно со всех сторон, но она ее показывает именно глазами местного жителя, который ко всему этому относится спокойно, привычно, а мы смотрим на все это как на небывалую экзотику. Наша главная героиня, женщина лет 40, наверное, но при этом по ее поведению не скажу, что инфантильному, но в целом, знаете, она как будто бы отказывается жить по обычным законам человека такого возраста, то есть она немножко плывет по течению, она не уделяет внимания каким-то мелочам, которые важны практически для всех. После смерти ее бабушки она живет в этой бабушкиной квартире и даже за несколько лет, по-моему, она не сделала там ни малейшего ремонта, при том, что это действительно такая возрастная картина, чуть ли не с коврами на стенах, с вот этим вот уже устаревшим, можно сказать, интерьером. Наверняка это вызывает ностальгию, теплые эмоции, наверняка это выглядит мило, но каждый раз, когда кто-то приходит в гости, этот гость очень сильно удивляется тому, насколько жилище не соответствует той женщине, которая в нем сейчас живет. Итак, наша главная героиня, зовут ее Домхельд, Акушерка, причем занимается этим она уже очень много лет. И ее бабушка тоже была Акушеркой, а вот мать с отцом держат похоронное бюро, то есть мы здесь увидим в первую очередь такое, не то чтобы противопоставление, а просто замешанное, скажем так, в одном флаконе, тему смерти и тему жизни, конечно же. Ну и кроме того, здесь есть еще один очень интересный замес, потому что сестра, главная героиня, что-то вроде синоптика, в общем, она работает с погодой и поэтому в романе действительно такие довольно-таки философские рассуждения о жизни и смерти буквально соседствуют с разговорами о погоде. Я уверена, что так случилось не случайно и автор совершенно осознанно вводила именно разговоры о погоде вот через сестру синоптика в этот роман, чтобы подсветить контраст, наверное, того, из чего состоит наша жизнь. Это и бесконечные поиски смысла-смысла, это и бесконечные терзания о том, что надеть сегодня на улицу. Книга мне понравилась, но при этом она довольно мрачная. Во-первых, есть тут некоторые скелеты в шкафу, во-вторых, вот просто это отсутствие света, эти рассветные лампы, опять же, все это сказывается на восприятии романа 100%. Если говорить о том, что это за книга, то это какие-то разрозненные диалоги, отдельные сцены, и здесь нет стройного сюжета. Мы просто видим женщину, которая живет свою жизнь, которая пытается побороть боль, которая пытается двигаться навстречу свету. Это такая вот зарисовочка об одном человеке и о такой далекой и такой непонятной стране. Последняя на очереди, но, конечно же, не по значению книга сегодня, это вот такое прекрасное подарочное издание Джеральда Даррелла и конкретно два его произведения Гонча и Бафута и зоопарк в моем багаже. Пожалуй, зоопарк в моем багаже это одна из наиболее известных его историй, которая чаще всего издается в виде отдельного произведения. Давайте начнем с издания. Это действительно очень классное издание, уже много раз об этом говорила, но как не сказать еще раз. Здесь классная иллюстрация, которая была написана именно к тому, что происходит конкретно в этой книге. Здесь у нас есть сам Джеральд Даррелл и во всей этой серии он встречается на обложке. В общем, мне нравится вот этот подход к переизданию, когда рисуется специальная картинка. Но и внутри, конечно, здесь есть иллюстрации, их не очень много, но все-таки они встречаются. Иллюстрации в графике и, насколько я помню, раньше с этими же иллюстрациями выходил Даррелл в амфоре. Но сейчас, конечно, амфора уже и вовсе не существует, и те отдельные книжечки Джеральда Даррелла уже очень тяжело найти, да и не нужно, потому что есть вот такое прекрасное издание. Шрифт крупный, посмотрите сами. Прекрасно читается бумага, белая и довольно плотная. Ну, а сами истории, это, конечно, как говорит Людмила Ильич, прелесть, что такое, по-другому и не скажешь. Обожаю Джеральда Даррелла. И, пожалуй, мне кажется, можно начинать знакомство именно с этих историй. Даже, наверное, нужно начинать с этих историй. По двум причинам. И первая такая. Джеральд Даррелл это биолог, натуралист, который в том числе отправлялся в самые разные экзотические страны, где собирал животных для коллекции зоопарков. Именно вот здесь, в работе «Зоопарк в моем багаже» он рассказывает уже не о том, как он собирал животных для других зоопарков, а о том, как он решил все-таки открыть свой собственный. Причем он довольно безумно подошел к этой идее. Он не нашел сначала землю для зоопарка, он ничего не обустроил, он просто поехал сразу собирать животных и решил, что очень быстро разберется с этим, когда вернется домой. Что ему, конечно же, государство, местная мэрия, кто там поможет, конечно же, землю дадут, ведь не было раньше зоопарка, а теперь будет. Это же экономически выгодно и достопримечательности, престиж, и вообще он был уверен, что никаких проблем не возникнет. И вот здесь, в этой истории, мы не только наблюдаем за тем, как Джеральд Даррелл собирает самых экзотических, необычных животных, в какие передряги он попадает, на какие изощрения ему приходится идти, чтобы поймать особенное животное, как он вступает в дружеские отношения с местными, с африканцами, какие туземские обычаи он познает и каким своим обычаем он обучает их, как они просят его, например, научить их какому-нибудь танцу, и он учит их этому танцу, где все идут паровозиком и выбрасывают в сторону ноги, и как этот танец там становится всеми глубоко любимым. Вот такие вот моменты яркие, сочные, здесь не только это. Здесь также аж в нескольких главах рассказывается дальнейшая история, как Даррелл приперся с этими животными на родину и не знал, что с ними делать, дошло до того, что ему пришлось их буквально пристраивать в какой-то мол, в какой-то торговый центр, где хоть какая-то была возможность их содержать. Здесь есть и веселые сцены с тем, как в этом моле сбежала горилла и наделала там шума гамма-тарарамма, в общем, вот зоопарк в моем багаже это супер, но я не рекомендую вам все-таки начинать именно с нее. Начните обязательно, начните с гончего Бафута, потому что в обеих этих работах Джеральд Даррелл отправляется в одно и то же место. Причем гончий Бафута именно хронологически первая работа, именно там Даррелл знакомится с вождем Бафута, с их королем, причем у них завязываются очень дружеские, приятельские и, скажем, прямо с собутыльными временами отношения, потому что местный вождь вот совсем не дурак выпить. И то, как весело они проводят в рейде, то, какие нелепые ситуации возникают, это просто восхитительно. В работе зоопарк в моем багаже вы снова встретитесь с этим вождем, и вам будет намного интереснее, если вы сначала прочитаете гончих Бафута. В любом случае, и та, и другая история очень хороши, они и расслабляют, они и веселят, они и показывают вам совершенно другой, непривычный мир. Наверное, внимательный зритель помнит, что я вообще-то показала вам два пальца и обещала называть две причины, по которым стоит начать знакомство с Джеральдом Даррелом именно вот с этого сборника. Сейчас назову вторую. У меня это не первые прочитанные произведения Даррелла, и предыдущие тоже привели меня в восторг, но именно после этой книги мне особенно захотелось погуглить, побольше узнать о нем и, конечно, посмотреть фотографии. Я стала гуглить с надеждой, что, возможно, я найду пару-тройку фотографий из этих экспедиций, ну или просто фотографий Даррелла с животными. И оказалось, друзья, и тут вот серьезно, моему счастью просто предела не было, оказалось, что в одну из этих поездок вместе с Джеральдом Дарреллом также отправился фотограф. Если не путаю, это был фотограф от National Geographic или какого-то подобного журнала, то есть настоящий профессиональный фотограф. Какой-то другой почитатель творчества Даррелла отрыл эти фотографии где-то в архивах и разместил их у себя в ЖЖ я обязательно для вас оставлю ссылочку где-нибудь в инфобоксе, найдите и посмотрите. Там есть и эти пьянки с вождем и вот эта череда бесконечных пустых бутылок, которая стоит возле стола. Там есть и Джеральд Даррелл вместе со своей женой. И кто-то там написал в комментариях полностью согласно, его жену Джеки представляешь себе совсем иначе. И насколько приятно смотреть на них вместе. Там есть фотографии Даррелла с разными животными, которые стали одним из главных героев этого произведения. Просто восхитительно и невероятно как я полюбила Джеральда Даррелла. Хочу продолжать дальше читать его работы. И вот для лета эта книга подошла как нельзя лучше. Но и сейчас, на конец лета, на начало теплой осени это тоже будет восхитительно. На этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, что ролик был для вас интересным. Как и всегда, я буду очень благодарна, если вы напишите пару строк в комментариях. Пожалуйста, напишите, если какие-то книги вас заинтересовали, если какие-то из них вы теперь действительно планируете прочитать. Для книжного блогера вы вообще вряд ли сможете сделать что-то более приятное. Честно, это намного больше ценится, чем даже какие-то комплименты блогеру. То, что вы действительно читаете по моим рекомендациям, безумно греет мне сердце. И в связи с этим, кстати, я решила все-таки снять ролик, который многие уже снимали в формате «Зрители читают по моим советам». Будет очень здорово, если вы активно примете участие, чтобы не получилось потом, что мне ответят три человека, и мне будет безумно неловко снимать ролик, или и вовсе я его не сниму. Вообще всегда такая активность, которая подразумевает вашу обратную связь, меня очень пугает, потому что я всегда боюсь, что будет как в том уже мемном видео, когда никто не пришел на встречу с подписчиками. Буду рыдать, как та маленькая девочка. Так что, пожалуйста, поддержите меня, напишите, какие книги вы читали по моему совету, и обязательно такой ролик я для вас сниму потом. На этом вроде бы все. Конечно же, не забывайте про лайки. Если вы еще не подписаны на канал, то самое время это сделать. Ну и на этом всем пока!